Всем здравствуйте! Играю по 3 минуты на зоне chess.com и надеюсь на лучшее. Так, этим лучшим будет Эрик Обгольц. Так, конь f3. Можно сыграть и так. d4. Ну, сейчас что-то, наверное, принято. Принят эффект. Нет, это будет лондонская. Очень-очень лондонская система будет. Замечательная. С которой, конечно, ну, немножечко я был знаком. Так, вот без хода c3, да, белые играют. Интересно. На ход c3 надо вообще белым? Так, 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 так. Давайте думать. На ход c3 уже ферзь c7. Да. Я просто хотел... Дело в том, что если сразу ставить ферзя на c7, я испугался, что там белые сыграют c4. Просто-напросто взорвут вертикаль c, по которой и выяснилось, что ферзь на c7 расположен не очень удачно. Но сейчас, видите, я первый наношу удар по центру. И, соответственно, буду дальше играть и работать. Так, куда надо ставить этого слона? Не знаю, друзья. Не знаю. Вот считайте, что это вопрос на засыпку. Ну, слон e6 может быть не самое плохое решение. Так, h6, да. Ну, конь на g5 где-то мог подскочить, да, внезапно. Сюда, сюда. Ну, вот я по центру выставился уже более-менее прилично, да. Так что, наверное, никаких катаклизмов здесь сразу не произойдет. На что, надеюсь, и уповаю. Ну, хорошо. Вот просто выставляю немножечко из общих соображений, да. И по вертикали d можно сдваиваться, страиваться. За вертикаль d, конечно, вот, в соответствии с учением Капабланки, да, есть единственная открытая вертикаль. Надо за нее бороться. Кто победит, тот и будет молодец. А кто проиграет, тот, соответственно, будет страдать. Так, ну, хорошо. Вот здесь я просто, видимо, этот размен был неизбежен по своей природе, да, вот в этой позиции, и дальше будем как раз... Ну, давайте, может быть, коня на b4 отправлю, я так думаю. Коня на b4, к пешке a2 цепляюсь, и, может быть, тогда вертикаль d сама каким-то образом падет. Ну, не получилось на b4, поставлю на e4, раз уж пошла такая песня. b4. Ну, вот я встал куда надо. А, кстати, вот интересный вопрос. Коня на d4 можно пускать, или мне надо непременно здесь бить пешкой? То есть, у моего коня поле на c5 отличное, да, такое стабильное. Но, с другой стороны, у соперника конь на d4 встает. То есть, на bc-то чем бить? Если bc, конь d2, да, bc, конь d2, и как-то вот там, знаете, пешка... А, ну, хорошо, с другой стороны, он все-таки проходная. Мне кажется, что в тяжелофигурном окончании, который сейчас будет у нас... Который у нас сейчас будет, эта пешка идет достаточно далеко. Далеко и высоко. Ну, правда, контуры ничейные все-таки здесь высвечиваются, да, объективно говоря. Ясно, что играть на победу будет очень тяжело. Ну, может, пешку на а3 удастся съесть. Что вряд ли, да? Что вряд ли. Так, давайте... А, погодите, на этот ход ладья бьет c4. Чуть не зевнул, да? Чуть-чуть не зевнул. Так, как бы мне пешку-то со 7 убрать? Я так даже думаю, как мне пешку со 7 убрать? Потому что она подвисает. Я тут, знаете, вздохнул, так выдохнул, потому что на c4 висит. Но там на а3 все-таки я успеваю съесть. Вот я эту пешку убрал просто так сознательно, да? И теперь, и теперь, надеюсь, что... Ну, правда, планов, мягко говоря, не громадье. То есть, что дальше делать? g3, да? Вот интересно, в чью пользу ладейное окончание? Когда я на ферзь c5, там боюсь, что белый король довольно быстро прискачет. Быстро прискачет в мое владение. Поэтому пока воздерживаюсь от активных действий. e4, да? Так, напал на пешку g4. А вот сейчас, когда соперник поставит пешку на f3, может быть, возникнет такая ситуация, что белый король будет слабым. Как вы думаете, друзья мои? Так, он справедливо решает, что пешка на g4, это не есть что-то серьезное, да? Ну, хорошо, значит. Значит, так тому и быть. Ну, положение объективно ничейное, конечно. Я, кстати... Ой, ядрю на пассатиж. Ну, я вот, вот смотрите, вот так, да, держусь за эту пешку, никого не подпускаю. И хочу... О, кстати, пешка на g5, похоже, пошла на свою погибель. Теперь у меня будет, во всяком случае, одна лишняя, да? То есть, соперник хотел просто разменяться, а я, вы знаете, вот смотрите, я тут ставлю некоторые проблемы сопернику. Да, вот так, ничего, ничего, будем работать. Пешка на g4 слабый. Мне кажется, вот сейчас переход в ферзовое окончание уже точно будет в мою пользу. Ёлки зелёные. И я зеваю, я зеваю важнейшую пешку. Ферз h4, там же есть ход. Ай, блинство какое. Да, скорее всего, надо просто соглашаться на ничью. Так, сюда, сюда. Если ферз h6, ферз g4. Ну, и опять-таки, нет, после такого зевка, я считаю, надо просто согласиться и не морочить голову. Вот так, нажал, нажал ничью и согласились. Да. Сколько пишут? Ноль ошибок, ноль зевков. Но вот этот компьютер сейчас явно какую-то чушь. Честно говоря, написал. Тут зевки совершенно очевидны. Белые сыграли g5, это был зевок. Ну, и я тоже, видите, тоже, тоже отличился.